Я в браке 9 лет. Вместе с мужем прошли центр реабилитации. У нас двое детей. Началось все с того, что муж перестал ходить в церковь. У него обида на пастора. Постоянно ругаемся. Я как козел отпущения. Постоянно срываются на меня, даже если я ни при чем. Очень устала. Дети, наверное, если бы не дети, ушла бы. Недавно чуть не развелись. Он влюбился в другую, моложе меня. И она в него сильно вцепилась. Хотела уйти, но в последний момент вернулся. Сказал, что все осознал, семья дороже. Все было хорошо, даже лучше, чем при знакомстве. Но сейчас опять все заново. Орет, обзывает, кидается. Причем трезвый. Я спокойно его просила не делать так, что мне неприятно. Но ничего не помогает. Какой-то сценарий ада. Да, обида на пастора. Это все взаимоотношения с отцом. Что у него там с папой? Здесь надо исцелять взаимоотношения с отцом. Вообще, когда мужчина разочаровывается в пасторе, это же проекция. Отец. А потом в следующий кто идет? Сам Бог. А когда у человека вообще вот эти святыни падают, то все, у него нет смысла вообще продолжать ходить в церковь. А что такое церковь? Церковь – это место, где у человека есть шанс поменяться. Это общество людей, которые стоят на пути перемен. Это не место идеальных людей. Это в том-то и дело место людей, которые встали на путь перемен. В процессе все. Все меняются, все преображаются. Все проходят разные этапы жизни, разные сезоны. И вот здесь вот, когда мужчина обижается на пастора, почему можно обидеться, когда ты идеализировал человека? Особенно, когда мальчики больные, то есть у них на отца большая претензия, да? Боль по отношению к отцу. И многие мужчины в этом не признаются. Они говорят, нет, у меня никакой боли, я вообще к нему никак не отношусь. Отношусь никак – это тоже отношение. Да, за этим никак, если этот гроб вскрыть, там очень скверно пахнет. И этому мужчине нужно исцеление, конечно же. Его бы записать к хорошему специалисту духовному, кто бы мог бы исцелить, пойти туда. Не знаю, изучите, может быть, если есть в вашем городе, кто-то практикует такую программу, как СОЗа. Потом такая программа, как исцеление сердца. Это все, что связано с детством. Если эту сферу исцелить, то человек может восстановиться. Потому что это очень классический сюжет, когда мужчина был посвящен Богу, ходил в церковь, разочаровался в пастыре. И это может быть абсолютно оправдано, потому что пастыр тоже человек. Может начудить, может предать его идеалы и все остальное, но Бог-то не человек. И тот же пастыр тоже в процессе. На пастыра слишком большая нагрузка. Он обычный человек, который взял на себя еще и большую нагрузку. А у нас, когда мы идеализируем пастырский сан, то это получается человек до первой ошибки. То есть мы ему благодарны до первой ошибки. Но это как минимум несправедливо и подло по отношению к людям, которые много сделали в твоей жизни. И также и к родителям. Я всегда, когда веду тренинги, провожу женщин через очень хорошее упражнение. И всегда очень много отзывов после этого упражнения. Мы ложимся, закрываем глаза. И я говорю, давайте вспомним свое детство. Естественно, первая реакция у девочек. Они начинают вспоминать детство, плакать, какие они были несчастные в детстве. Почему? Потому что мы зациклились на плохом. Я говорю, нет, а давайте вспомним, что было хорошего в вашем детстве. И многим сложно вспомнить. А что было мало хорошего, не верю. Не верю. Достаточно было хорошего. Я однажды пришла к выводу, мы можем обижаться на маму, что она не купила нам шоколадку. И обижаться на нее полжизни. И мы забываем, что она посвятила лучшие годы своей жизни нам. Она меняла нам памперсы. Подождите на минуточку, памперсов не было. Она стирала каждый день, каждых пять минут нам пеленки у нас. Почему? Почему она стирала? Потому что у нас попу розовый. А так бы они бы сгнили бы. Она нас кормила. Она нас заботилась. А мы не можем ей простить какой-то лишний раз, когда она нас крикнула, или что-то она там сделала, или где-то она нас там не обняла. Понимаешь, как мы легко со счетов сбрасываем людей, которые дали нам жизнь. И так же, это то же самое. У него, когда больно отца, он это проецирует на пастора. Пастор не обязан быть ему отцом. Он всего лишь человек, который несет на себе священническую нагрузку. Он способен помочь ему точечно в чем-то. Все. И человек обрезает себя от источника перемен. Все возвращается на круги своя. Маты, истерики. Консервируется. И может быть, это раздражение вообще на самого себя. А все. Человек отрезан от источника перемен. Он ничего нового. Дьявол не придумывает. Он просто возбуждает все, что в нас уже жило. И живет, и будет жить. Сила в том, что когда мы наполняемся духовными вещами, то вот эта тьма, она подавляется в нас. И поэтому, женщины, будьте аккуратны, если ваши мужья разочаровались в пасторе. И срочно нужно этот момент не оправдывать и не говорить, ну да, действительно. Подождите, завтра вернется все на круги свои. От чего парень ушел, к тому и вернется. Был в прошлом наркоманом, наркотики могут вернуться. Там пил, блудил, и это все вернется. Это все в нас живет. Это подавляется силой Божьей, когда мы в Божьем присутствии и привязаны к правильным людям. Людям, которые идут на пути своих перемен. Они не идеальны, но они борются, они сражаются, они идут. Вот она. Как правило, почему-то женщине проще оправдать какие-то неправильные поступки. На мать, материнство. А мужчины, вот он если разочаровался, все это, как правило, его останавливают, убивают его из крови. А почему? Потому что ему запрещено об эмоциях своих говорить. Мы же запрещаем мальчикам плакать, мы запрещаем им истерить, мы запрещаем им выражать эмоции, потому что, как мы говорим, мужик так не делает. Мы запечатываем это. И он обиделся, он не высказал, он не проплакался, он не проработал себя. Постепенно-постепенно он просто отдалился и ушел. В общем, мужчине нужно глубокое исцеление. Мужчине нужно исцеление, да. Исцеление детства. Да, детство. И поэтому я рекомендую обратиться именно, если вы не найдете такие, я не знаю, идите к психологам, действительно, сегодня очень много. Чтобы согласился. Да. Чтобы согласился пойти. Ну, я думаю, в любом случае, какая-то частица его взывает о помощь. Конечно, каждый человек ищет. Ищет выход. Ему нужна эта проработка. Да. Иначе удачи не видать. Все. А у нас записана она на консультацию? Да, записана. Может быть, этого лучшего парня проконсультировать? Ну, надо предупредить консультанта, если он согласится. Мужчина. Ну, и все. Ну, или там должна быть зрелая женщина, которая может его повести в этой молитве. Кстати, хорошая идея. Если сможем поработать, то мы постараемся. Потому что здесь помощь не женщине нужна, здесь помощь нужна этому. Помочь ему простить. Простить отца, там, как правило, привязка к отцу. Да, да, да. Простить отца, там, как правило.